Всем привет! Добро пожаловать на канал Камаз Муа. Меня зовут Дима, и вы смотрите Новосцыр. Главное событие этой недели то, что известный молчун Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону. Павел Дуров очень редко дает интервью, и раньше он был таким супер закрытым мистическим существом в черной одежде, который раз в год открывает рот, и то на английском языке. Но в последнее время Павел Дуров подкачался, принял в себя какую-то уверенность новую, какую-то мужскую сексуальность. И, видимо, он решил добить тысячу подписчиков в Телеграме и дал интервью. Он заявил, что он даст интервью каким-то двум сторонам, и вот мы увидели только одну пока. Интервью длится менее часа, оно на английском языке, естественно. Павел у нас знает много слов. И что же мы оттуда узнали новенького? Мы узнали, что Павел в детстве переехал в Италию, поучился там, и это дало ему представление сравнения СССР, в котором он жил, и Италии. И он понял, что капитализм — это ему по душе. Он вкратце рассказал, как он создавал ВК, как у него его отжали, тоже вкратце провешался по верхушке. Как раз, когда ему приходилось покидать ВК, они с братом решили создать Телеграм. Мессенджер, в котором они будут уверены, что их никто не прочитает, что все будет зашифровано. Штаб-квартира Телеграм строилась не сразу. Они меняли очень много локаций. Они пробовали Лондон, Германию в первую очередь они попробовали. Они даже заглянули в Сан-Франциско. Но в Европе их смущала бюрократия, они хотели нанимать свободно людей из любых стран. В Европе ты хуй это сделаешь. Все очень сложно, бумажная волокита. А в США его смутило две вещи. Во-первых, то, что на него напали. Нигде в мире на него не нападали, но вот Сан-Франциско. Он просто шел себе, писал какой-то твит, и на него напали трое мужчин. Он сказал, что пролилась кровь, но ему удалось избежать. И уже семь лет они живут в Объединенных Арабских Эмиратах. Живут, процветают в Дубае. И им там все нравится. Им нравится простота бизнеса. Им нравится, что они могут нанимать людей. И им нравится, что они не получают никакого внимания от государства. Подозрительного. В США они также не полюбили то, что на них было обращено очень много внимания. За ним постоянно ходили какие-то спецагенты и вынюхивали, что же ты там за телеграм пишешь. А как это все работает. В США у нас такая заинтересованная в данных страна. А Арабские Эмираты нет. После того, как он нажаловался на государственные внимания, он наговорил, что ему часто прилетают какие-то просьбы. Поэтому это удали, этих не поддерживай, эти данные нам отдай. Этот контент неприемлем, ты нарушаешь наше законодательство. Кроме государств, есть два столпа, которые давят еще сильнее. Это Google и Apple. Вот эти хозяева операционных систем давят на него намного сильнее, чем любое государство. Он часто сталкивается с угрозами об удалении телеграма из App Store, Google Play. Но, как мы видим, телеграм все еще остается, поэтому либо они находят какие-то компромиссы, либо удачно игнорируют, им везет. Также в этом интервью очень многие обратили внимание на декорации. Сзади Павла стоит стенд, такая стенка, но не сервант. И в ней есть такие два миниатюрных стула. Над нем пики драченые, а над другом хуи драченые. Вот такой вот легкий троллинг, такой игривый интерьер. И поговаривают, что производители этих стульев сейчас очень даже обогатились, потому что они продают реального размера стулья по 200 с лишним тысяч рублей. Ну что же мы обсуждаем эту чепуху? Давайте сосредоточимся на главном, на внешке. Павлу 40 лет, но внешка у него потрясающая. Меня всегда мучил вопрос его контуринга. Вот у него от природы такие высокие скулы, выразительные. И здесь вот всегда, как будто, знаете, кремовый Том Форд нанесен. Это не похоже на краснощекость. Издалека это похоже на явный контуринг. Меня не перестанет волновать этот вопрос никогда. При том, что лицо выглядит чистым, как бы без косметики. Возможно, он нанял гримеров, и они использовали свои спиртовые красители, чтобы добиться максимально реалистичного эффекта. И на голове у него парик. И еще один комментарий к внешке. Футболочка очень шлюханская. Все-таки вот эти открывать руки, это легкомысленно, Павел. Это несерьезно. И теперь мы вернемся к Джорджу Сиве, потому что ТикТок не перестает обсуждать эту тему. Ее песня «Карма», с которой она выстрелила, по слухам написана для Майли Сайрус, но она от нее отказалась. Вместо нее в 2012 году ее исполнила Брит Смит. Она сняла клип, песня записана при поддержке Тимбелленда. И многие говорят, что эта песня намного круче, чем версия Джорджа. Кто такая Брит Смит? Она девчонка, которая с пеленок, с 6-месячного возраста, где-то светилась на экране. Далее она выступала со своей близняшкой в дуэте «Алекс энд Брит». И также она была лицом волосяного бренда, который делает шампуни Шрир Блонд. И в какой-то момент она была на лейбле. И они решали, какой сингл выпускать. Был выбор «Карма» или «Провокатив». В итоге на «Карму» они сняли клип, там снялся Тимбелленд, все заебись. Но в последний момент они приняли решение, что они выпустят «Провокатив». И в итоге это никуда не стрельнуло, и Брит закончила свою музыкальную карьеру. И спустя 12 лет Джорджа выпускает эту песню. Она говорит, что она не знает, кто такая Брит Смит. Хотя песня спета точь-в-точь. Абсолютно точно так же. Там разная музыка, но все ноты как бы все одинаковые. И когда Джорджа заявляет, что она не знает, кто такая Брит Смит, Брит берет и выпускает эту песню официально. И обгоняет ее просто. Она чуть ли не до топа чартов добирается. Вот так вот понадобилось 12 лет, чтобы случился вот такой вот твист. Люди просто вахают от того, как это все случилось и произошло. Ирина Шейк снялась для Gloria Jeans. Известная модель российского происхождения. Мировая звезда, которая мутки мутила с Брэдли Купером. Ходит на все главные вечеринки, показы. Очень востребованная. Яркая, сексуальная. Очень стильная. Тащусь от ее новой эры. Взяла и снялась для российского бренда Gloria Jeans. Это просто шок. Потому что, мне кажется, не только в моих глазах, но вообще в глазах обывателей и потребителей. Gloria Jeans это равно бренд твое. То есть супер-мега локальный, дешевый, доступный шмот. И тут они в свою компанию берут модель мирового класса. В это трудно поверить. Что же это может быть? Gloria Jeans настолько себе запланировала огромный ребрендинг, что они показывают нам. Смотрите, как мы скакнули. Мы теперь просто недосягаемая величина. Мы будем одевать вас с ног до головы. Вы будете слюни пускать на наши наряды. Мы теперь супер. Это какой-то акт патриотизма от Ирины. Это какой-то акт авантюризма от Ирины. Это какой-то акт ребрендинга самой Ирины. Все очень непонятно и очень интересно. Дженнифер Лопес. Массово чморят. Девушка впервые за долгое время выпустила студийный альбом. Она выпустила такой мюзик-фильм. И она еще собирается документалку выпустить. И видимо на этом волне, что она о себе напомнила, люди посмотрели и начали вспоминать про нее все самое говно. Ее называют делюжинал. Что типа она себе что-то там сама не придумывала, кем она не является. Они смеются над тем, как она всю жизнь себя называет. Дженни фрм де блак. Такой девчонка с района, с Бронкса. Она такая, я жила в Бронксе, блядь. Мне такое детство в Бронксе. Она его описывает, как будто она жила в каком-то жестком гетто. И была такая очень свойская девчонка. Она просто втыкает это в каждую фразу. И все начали вспоминать, насколько же она снопка, насколько она хуево относится к обслуживающему персоналу, насколько у нее очень комплекс вот этого бога, насколько она считает себя выше других. Очень много людей в ТикТоке имеют историю про Джей Ло. Кто-то с ней работал, кто-то был ее официанткой, кто-то был персональным менеджером другой селебрити, но они тоже пострадали от действий Джей Ло. Все рассказывают о том, насколько она за людей вообще не считает обычных людей. Там была история про ночевку, которую ассистенты должны были организовать, но ни в коем случае не появляться на глазах у тех, кто участвует в этой ночевке, как слуги. И все это было из-за Дженнифер Лопес. Типа сами вот эти знаменитости, они были не против. Но Джен имеет очень такой сильный бзик. Она не хотела никого видеть вообще в ту ночь. Также там была какая-то история из Диснейленда, где она водила своих детей развлекаться. Потом они пошли в ресторан. Из ресторана всех выпизнули. Отменили все забронированные столики. Она поела, она обосрала всю еду. Она сказала, что мне ничего не нравится. Ушла, не заплатив. И потом спросила, а где моя еда? Почему вы не запаковали ее с собой? Ну тебе же не понравилось. В общем, все резко вспомнили, какая она мразь. И все ее ненавидят. Также в записи ее главных хитов участвовала певица Шанти. И она тоже жаловалась, что ее в основном там голос звучал, но при этом ей платили какие-то копейки. Дженни Дженни. Ну, она мне никогда не нравилась. До свидания, Дженнифер Лопес. Но мне нравится, что она в свои 50 лет очень спортивная, хорошо выглядит такая, держит себя в руках. Это всегда похвально. И на этом все новости на сегодня. С вами был я, Дима. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь. Увидимся. Оставляйте комментарии. Ставьте лайки. Поддерживайте меня. Я нуждаюсь в вашей поддержке. Я буду поддерживать вас онлайн. Всем спасибо, всем люблю, всем.